Снова расскажу о том, что в ближайшее время трансляции будут только на Твиче по той простой причине, что YouTube заблокировал возможность делать трансляции. Не надо меня сейчас спрашивать о том, когда все вернется. Но YouTube не от меня зависит. То, что я могу, я на YouTube делаю. Всех вас помню, люблю, ценю тех, кто смотрит меня исключительно на этом ресурсе. Но пока ничего не могу сделать. Краткая версия, как и в прошлый раз, будет выложена в ближайшее время после окончания стрима. Так что те, кто ее сейчас смотрят, вам всем большой привет. Также большой привет тем, кто дошел, добрался до Твича. Нужно сделать еще вот так вот. Привет, привет, привет. Что мы еще с вами не сделали? Я не поприветствовал людей, которые к нам до Твича добрались. Это Добро пожаловать. Рад вас всех видеть. Так, сегодня Локомотив играл с Уралом. Первый из двух матчей, который у нас случится подряд практически. Следующий у нас через 2-3 дня. Через 2 на 3-й. В среду, короче. Будет финал Кубка. Сыгран он будет в Самаре. И у меня для вас, для тех, кто еще не знает, есть небольшое объявление. Дело в том, что мы с ребятами из Ежетолк Чата, из Телеграма. Спасибо большое за фоллоу. Кто подписывается сейчас и будет подписываться в дальнейшем. Так вот, мы с ребятами из Ежетолк Чата будем делать свой собственный просмотр финала. Уже забронирован лофт. Недалеко от метро Тульская, от станции МЦК. Где, где ребята, которые болеют за локомотив, которые общаются в Ежетолк Чате. И, друзья, в хорошей, приятной атмосфере. Посмотрим все вместе финал Кубка. Надеюсь, будет все нормально. Будет для нас приятный этот самый финал. И, соответственно, будет продолжение всего этого. И в дальнейшем будем, может быть, почаще собираться. Еще есть места, есть, соответственно, если кому... Спасибо большое за донат, Максим. Без подписи. Спасибо большое за донат. Есть еще места, если кому интересно. Соответственно, можете обращаться в Ежетолк Чат. Можете писать мне лично в Твиттере, ВКонтакте, в Телеграме. Я, в принципе, более-менее везде доступен. Но цена не очень высокая. 400 примерно рублей. И я постараюсь, чтобы этот вечер футбольный был для вас приятен. Это первое объявление. Второе объявление... Собственно, нет никакого второго объявления. Я вам его придумаю по ходу. Пока же поговорим непосредственно о матче с Уралом, который сегодня состоялся рано утром. Пришлось ради него просыпаться в 11 часов. Я был морально к этому не готов. И когда проснулся в 11 и увидел состав, который нам приготовил Палыч, я подумал, что я банально еще не проснулся. И мне какая-то дичь снится. Потому что игроки, которые были написаны, они у меня никак не составлялись в какой-то единый нормальный более-менее состав, как это все вообще должно работать. На деле получилось, что в воротах, слава богу, Гильерме. Здесь без вариантов, без вопросов. Дальше были варианты. И, честно говоря, до конца матча я так особо и не понял, что же, как же это все должно было работать. Но, похоже, с самого начала на правом фланге у нас... Так, думаю, что будет попроще. На правом фланге играл Рифаджи Малединов. На левом фланге Миша Лысов. Три центральных защитника. Это Чурлука Кверквелия и Брайан Идову. Над ними играл в одиночку Криховик. Дальше два Мирончука и над ними Эдер со Смоловым. Ну, собственно, постарались сделать примерно то же самое, что было в двух последних матчах. Но с тем небольшим исключением, что на краях обороны стали играть Жамалединов и Лысов. А третьим центральным защитником стал играть Брайан Идову. Жесткие проблемы с составом. Если начать смотреть, кого у нас нету, получается, что это ключевые футболисты из каждой линии, за исключением Вратарской. Нету Хеведеса. Это наш центральный защитник, который дает надежность, дает помощь опорной зоне. Очень большую, очень солидную. Без сбения тяжеловато приходится. Судя по всему, он до конца сезона не сыграет. Если повреждение мышечное на самом деле есть, оно за неделю не лечится. К сожалению, вряд ли мы увидим Беню в этом сезоне. Далее. Нету Влада Игнатьева. Про Влада Игнатьева у нас был недавно спор в чате. И говорят о том, что Влад Игнатьев очень плохо работает в обороне. На что я показывал картинку. Может быть, я ее найду. Может быть, нет. Сейчас, 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 сейчас. Нет, наверное, я ее прямо сейчас быстро не найду. Короче, сравнение наших защитников, крайних защитников, сравнение с крайними защитниками по всей лиге, в которой выходит то, что именно в плане обороны и перехватов, отборы, вот это все Влад Игнатьев в топ-1 среди нашей команды и один из сильнейших защитников во всей лиге. У него есть проблемы с передачами, есть проблемы с ключевыми передачами, точностью. Он меня немножко расстраивает тем, как играет впереди, но именно в плане обороны. Для нас Влад Игнатьев – это одна из ключевых фигур. Очень многое на нем держится в обороне. Ни, соответственно, Жемлединов, ни Лысов, ни Брайан Эдову не могут дать того объема, который дает Влад. И это для нас глобальная проблема. И сейчас Маци Рыбус. У меня к нему не очень однозначные отношения. Он вроде как особо не косячит, но при этом ничего полезного, хорошего от него практически тоже не приходится ждать. И такой вот очень-очень нейтральный футболист. Но тем не менее важное, важное звено нашей команды. Потому что без него, вот, соответственно, приходится выпускать Мишу Лысова, который сегодня провел добротный матч, но надежды на стабильно хорошее выступление Михаила в этом сезоне у меня лично нет. В полузащите у нас не хватает Димы Баринова, не хватает Игоря Денисова. Два игрока, которые, ну, собственно, из трех наших центральных полузащитников, двух нет. Остался один Крыховик. Неизвестно, что с Димой Бариновым, неизвестно, что с Игорем Денисовым, но факт остается фактом. Обоих в составе нашей команды нету. У Крыховика приходится отдуваться одному за трех. Далее у нас идет атакующая линия. Там чуть-чуть попроще, но не хватает главной ударной силы Джефферсона Фарфана, который по весне был просто в какой-то лютой форме. Забивал, отдавал и носился, как угорелый, все 90 минут. Без него нам, конечно, очень тяжело забивать. Джефф – важное звено для нас, важное звено для нашей атаки. И несмотря на то, что сейчас время бомбардирства в этом сезоне взял на себя Антон Миранчук, конечно, того объема, который давал нам по этой весне Джефферсон Фарфан, ни Смолов, ни Эдер дать не могут. Это абсолютно другого плана футболиста. Играют они по-другому и, соответственно, в другой манере. И некая целостность игры, которая приходит, когда у нас есть Фарфан, она пропадает. Ну и, соответственно, если на поле Фарфан, есть некая уверенность в том, что на вес может пройти, и кто-то головой пробьет, или прострел, или в целом Фарфан сам, не знаю, пройдет, пробьет. Когда идет навес на поле Федор Смолов или даже Эдер, такой уверенности нет. Эти ребята головой забивают по большим праздникам. Не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Таким образом, у нас огромнейшие потери в составе, и с этими потерями мы вошли в самую важную часть сезона, в которой Локомотив бьется за Кубок России, и в которой Локомотив бьется за групповой этап Лиги Чемпионов. А разница между вторым и третьим местом, на мой взгляд, она больше, чем разница между третьим и четвертым местом. Потому что второе место – это прямая путевка в групповой этап, где мы встретимся с сильнейшими командами, где мы получим большое количество денег, и под который, под групповой этап Лиги Чемпионов, можно набрать хороших футболистов, таких, как в этом сезоне, например, к нам приходил Крыховик, таких, как в ЦСКА приходил Никола Влашич. Под Лигу Европы набрать состав не так просто. И сам состав, скорее всего, будет чуть-чуть пониже уровня. Третье место – это всего лишь отборы к Лиге Чемпионов. Причем нужно будет пройти два этапа, и учитывая, что у нас низкий рейтинг, скорее всего, против очень сильных команд, и даже просто банально по какой-то вероятности шанс пройти этот отбор не очень-очень велик. Даже если у нас будет хороший состав, хорошая мотивация, хорошая игра, в любом случае матчи могут сложиться любым образом, и выше 50% точно никак не будет, а скорее где-то в районе 30% того, что мы это пройдем. Так что вцепляться зубами за второе место надо, но как? Состава нету. Слава богу, да, что на конец календарь нам преподнес не самых сильных соперников. Несмотря на то, что Урал уже в этом сезоне один раз нас обыграл, в этот раз сыграл с нами в ничью, я не могу считать Урал сильной командой, которая должна создавать проблемы для такого клуба, как локомотив, даже с серьезными кадровыми проблемами. Еще хуже это Уфау, которой, по сути, было бы неплохо занять то место, на котором она сейчас находится, и ни в коем случае не подняться выше, потому что с этого места она будет играть против Томи в стыках, а Томи уже объявила, что ни в какую РПЛ она не стремится, попасть не хочет и лучше побережет деньги, еще годовку в ФНЛ поиграет. Ну, это такие типичные фунельные игры, лига, из которой сложно уйти и непросто попасть в нее. Ближайший матч у нас будет с Уралом, финал кубка, и сегодняшний матч, собственно, был с ними же, но я думаю, что эти матчи будут очень сильно отличаться, и по качеству игры Локомотива, и по мотивации игры Урала, потому что очень многие писали, например, перед матчем, что Урал не мотивирован, Уралу ничего не нужно, они обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон, соответственно, не за что им бороться, будут готовиться к финалу. Но уже по составу было видно, что ни о какой сдаче матча без боя речи не идет, Уралу не хочет при своих болельщиках просто так проигрывать, а это, это довольно большая проблема, потому что такие команды, на которых ничто не давит, никакого груза ответственности нет, они вдруг начинают играть в футбол, как будто они умеют играть в футбол, и носиться по полю, отбирать мячи, выдавать передачи пятками, которые никогда в жизни не выдавали, на них ничего не давят, и они могут играть на все свои 100%, как, не знаю, футболисты какой-нибудь Барселоны. В то же время, когда на них будет серьезный груз ответственности, да, как вот, например, часто бывает, что команды слабые, они забирают очки у сильных, но при этом не могут показать такого же уровня игру против соперников, с которыми им реально нужно эти очки собирать. То же самое и здесь, скорее всего, в финале на Урал будет давить серьезнейшую груз ответственности, потому что Кубка России они еще не видели, играли в финале два года назад, тогда не выиграли. И в этот раз им, ну, хочется, очень хочется трофеи, и, скорее всего, они будут играть уже совсем по-другому. Они гораздо будут более, больше внимания обращать на оборону, они гораздо больше будут неточных передач, потому что, опять же, сковывает вот этот вот нервяк и заставляет играть неправильно. Что еще важно было в этом матче, это, конечно, погода. Да, я думаю, что вы видели эту трансляцию, видели дождь, снег, град, и все это вместе приводило к тому, что ни та, ни другая команда особо не могли показать какого-то такого серьезного комбинационного футбола. Мы почему-то, Локомотив, в этом году, наверное, три четверти матча играем в какую-то омерзительнейшую погоду. С чем это связано, не знаю, как-то вот так вот не везет. Я так понимаю, что в Самаре снова будет не ахти. Но определенный отпечаток на матч это накладывало. Точно так же мы и в Туле играли при не самых благоприятных погодных условиях, и поле было не особо качественным. И, в общем-то, видели примерно ту же самую картину. Большой брак в передаче, как у нас, так у соперника. И это нам на пользу не сыграло. Тем не менее, обе команды в равных условиях. И думаю, что важно обратить внимание на ошибки, которые Локомотив делал в этом матче. Они были, к сожалению. И связаны как раз с теми футболистами, которые сегодня выходили на поле в качестве подмены. И в первую очередь, наверное, стоит отметить Брайана Идова, который вообще не справился с ролью третьего центрального защитника. В конце матча он уже переместился более конкретно на правый фланг и играл правого защитника. Стало гораздо лучше. И позволило тому же Жамалединову уйти еще выше. И в том числе заработать пенальти. Но вот в плане игры третьим центральным защитником у Брайана что-то сегодня вообще не пошло. Хотя по статистике и не так плохо. Я, кстати, включу вам Хускорда статистику. Она довольно интересна. Опять же, для многих, возможно, будет шоком, кто у нас лучшие футболисты по этому матчу. Согласно статистическим данным Хускорда, которым можно верить, можно не верить. Но что есть, то есть. Секунду. Захват окна. Вот так у нас как-то все это выглядит. И мы видим, да, что худший игрок матча, по мнению Хускорда, это вообще сабок в Верквелиях. Ну, кроме Гильерми, у которого автогол, но у меня язык не повернется назвать его худшим. Несколько сейвов, несколько выходов было хорошо. В голе, автоголе он, конечно, относительно виноват, но там скорее стечение обстоятельств. Саба Верквелия сегодняшний матч также провалил на позиции центрального защитника. Его просто не было видно. В ключевых моментах, которые приводили к забитым мячам, Верквелия занимался, не знаю, охранял картошку, как это часто говорят. Ну, просто чуть позже мы посмотрим эти моменты. Где-то был и ни на что не влиял. Все его блокировки, к которым мы так привыкли, борьба в воздухе, ее все практически не было. Если и была, то он очень часто ее проигрывал. И в итоге, ну, очень-очень-очень плохой матч в исполнении сабы. К сожалению, далеко не первый в этом сезоне. И не знаю, не знаю, что творится с сабой той скалы, которая была с нами, стабильной скалы в прошлом сезоне, в этом году мы, к сожалению, не видим. У Идолу 6,5 это второй по худшести защитник нашей команды, если верить этой статистике. Но я бы сказал, что сыграл он примерно на одном уровне с Верквелия. Если к Чурлуке есть определенные претензии, потому что он не сделал офсайд, когда забивался гол Панюкова. Он дал навесить, когда забивался второй гол. Был крайним защитником и не прервал этот навес. Но в целом от Чурлуки было большое количество пользы. И вперед ходил, как обычно. И очень много отборов, перехватов совершал. Тот, Кверквелия и Идолу, к сожалению, со своей ролью центральных защитников сегодня не справились. Бигфалви, Панюков, они, даже Ильин, они все доставляли огромные проблемы этим двум ребятам. Дальше. Следующий худший футболист нашей команды – это Алексей Миранчук. Миранчук. Что такое? Стрим вроде идет. Да? Идет же? Подвигаю картинку. Да, вроде идет. Вернем. Вернем красоту. Сегодня Алексей Миранчук снова провел крайне неудачный матч. И таких матчей у него тоже за эту весну набирается очень много. Вот эта вот нестабильность Алексея, она стала напрягать. У него был отвратительный матч в Туле. У него сегодня был очень плохой матч, в котором практически ничего не получалось. Все его идеи были, губились на корню. Пару неплохих передач шло в штрафную. Но там Смолов, там Эдер. И они не понимали, что с этими передачами делать. В итоге видим, что у команды есть очень серьезная Миранчука зависимость. И если у Алексея игра не идет, то проблемы у команды очень серьезные. Ни Антон, ни Смолов, ни Крыховик никто не вытягивает. Сейчас для нас очень важно, чтобы у Алексея игра пошла. И если в двух следующих турах Алексей не выдаст свой максимум, я боюсь, что нас ждут большие проблемы. В противовес проводящий феноменальный отрезок Рифаджи Малединов, который тянет нас за волосы из этой ямы, в которую мы попали под конец сезона. Это наша палочка-выручалочка. И если бы Рифад не воскрес, так сказать, я не знаю, как бы мы сейчас вообще жили, потому что мы бы просрали вообще все, что завоевывали с таким тяжелым трудом. Но слава богу, что Рифад у нас есть, забил шикарнейший гол ворота Ростова, сделал голевую передачу в ворота Рубина и сегодня сделал и голевую передачу и заработал пенальти. Это однозначно звезда матча. У Миранчука два гола, у Жамалединова пас и заработал пенальти. Но, на мой взгляд, Жамалединов сегодня сыграл, ну, просто вот главная звезда сегодняшней игры. И тоже мы должны молиться на то, что в двух оставшихся матчах Жема, как минимум, свою форму не растеряет. У него был и удар сегодня неплохой, и дриблинг он постоянно показывал, тянул вперед мяч. Он огромнейший молодец. Сказать что-то про остальных футболистов мне достаточно тяжело. Я отмечу только то, что сегодня, как обычно, было много хейта в сторону Миши Лысова. Я не считаю Мишу ни сильным футболистом, ни слабым футболистом. К сожалению, действительно никакого развития Миша не показывает. Но сегодня он провел очень крепкий, очень добротный матч. Видим, да, что оценка у него 7-0, лучшая среди всех защитников. И в целом это действительно похоже на правду. Он хорошо подключался вперед. Тут, кстати, схема показана с двумя центральными защитниками. Но все-таки в большей части времени мы играли в 3 ЦЗ. Он часто ходил вперед, благо есть подстраховка в виде Чурлуки, одного из центральных защитников. Он много отрабатывал сзади, частенько оставался последним и в этих ситуациях не лажал. В общем, достойно заменил Рыбусин, но при этом снова это все очень средне. Это все абсолютно не соответствует уровню команды, которая борется за Лигу чемпионов. Если к Владиславу Игнатьеву у меня минимальные претензии в этом плане, да, он игрок с российским паспортом и показывает в целом игру, ну, достаточно хорошего уровня, а игроки с российским паспортом нам так или иначе нужны, то кроме Влада нету ни одного защитника, крайнего защитника, чья игра меня бы устраивала на все 100%. Даже Рифат сегодня, собственно, был косвенно причастен к одному из голов, которые мы пропустили, к сожалению. Чуть позже посмотрим еще видосы и непосредственно разберем, с чего пришел первый гол, с чего пришел второй гол, как мы забивали, хочется отметить весь ход игры, который не шел под нашу диктовку, чего бы очень хотелось в таких матчах, в которых локомотиву нужно очень многое, а сопернику не так сильно все это важно. После того, как мы забили гол, мы не должны были отдавать этот матч, не должны были отдавать инициативу, но счет 2-2 в этой части сезона, он нас просто преследует. Это были Крылья, это был Ростов, сегодня играли 2-2. Мы много забиваем по весне и при этом много пропускаем, это вообще не дело. Это, конечно, весело, это приятно, что мы много забиваем, но очень уж дешевые, очень уж ложевые голы мы пропускаем и грустнее всего от того, что есть определенная тенденция во всем этом. На 10 секунде пропускали от Ростова, вышли на второй тайм, пропустили моментально от Урала и такое происходит у нас очень часто. Это не концентрация и в этом плане большие проблемы есть у Локомотива. Это какая-то неразбериха постоянная, непонятно, кто за что отвечает, кто куда смещается. Хотелось бы, конечно, чтобы все это тенденциозные вещи, они все-таки исправлялись по ходу сезона, но мы видим, что раз за разом наши опорники уходят в центр обороны, мы видим, что раз за разом у нас радиус штрафной абсолютно никем не накрывается и сегодня мы, например, получили первый гол от Бигфалови, именно опять в этой ситуации, в которой никто не додумался нормально выйти и прикрыть Бигфалови, при том, что в этот момент было порядка 5 или 6 человек внутри нашей штрафной. Это все, что лично я хотел сказать по матчу. Я не знаю, придется, видимо, склеивать для Ютуба из двух частей. Сейчас я выключу эту запись и будем смотреть уже опасные моменты, которые были в этом матче. В нарезке это все будет доступно, скорее всего, в виде записи на Твиче, поэтому ссылка будет в описании, ссылка будет в Телеграме, можете посмотреть. Ну, запись топорю.